Итак, вот он наш любимый современный движок. Мы сегодня в гостях у Жоры. Всем привет! Вот Жора ремонтирует этот движок, разбирает. А я так, в общем, умные советы даю и рассказываю на камеру. Итак, движок с автомобиля, шикарного автомобиля 2016 года. 2 литра 2016 года. Знаете, сколько он проехал? Он проехал аж целых 55 тысяч, Карл! И его уже надо делать. Вопрос, конечно, надо или не надо, но суть в чем? Вот этот двигатель приехал, владелец, с жалобой на стук в двигателе. Ну, я, конечно, понимаю, что на видео стук записать это сложно, но, по крайней мере, его отчетливо слышно. Вот, послушайте. Похож очень звук на перестук поршня. Но, все-таки, я перепроверю. Данный звук не проходит ни на холодную, ни на горячую. Вчера вечером, когда приехал автомобиль, он стучал точно так же. И на холодную звук точно такой же. И с набиранием оборотов звук не пропадает, только интервал его стучания увеличивается. Вот она, маркировка движка здесь. Вот. Так что он похож на движок предыдущий, мы разбирали. Ссылка будет в описании тоже с Hyundai. Примерно то же самое, но чуть-чуть не то же самое. Вот он выпуск. Тут гигантские стыковочные места. Но не суть. То есть, дело не в этом. Дело в том, что 55 тысяч. Ну, как все современные двигатели он имеет, естественно, цепь, ГРМ, естественно, фазокрутилки. Естественно, двигатель передней крышкой крепится на кузов. Здесь стоит подушка. Ну, то есть, как бы, это такие современные тенденции, без которых ничто, нигде и никак не обходится. Особо меня порадовал вот этот момент. Это алюминиевый патрубок. И переход на резиновый патрубок осуществляется при помощи пластикового патрубка. Как бы, ну, не то чтобы это прям плохо или еще, но это как-то необычно. То есть, дополнительные детали, в общем, в механизме и так далее. Хотя они здесь, вот, например, резиновый шланг применяют. Вот он. Для забора охлаждайки, я так понимаю, это типа там на печку или что-то такое. Ну, то есть, тут, а, или на теплообменник даже вот где-то здесь. Ну, в общем, это резина. Все. Единственное, что здесь стоит, меня порадовало, это конструкция расположения масляного фильтра. Во-первых, когда ты его будешь менять, ты не обольешься маслом. Ну, по крайней мере, сильно. И, во-вторых, его при установке можно полностью заправить маслом, вкрутить и минимизировать тот момент, что горит лампочка при том, как заполняется система. И самое главное, даже если фильтр будет с плохим вот этим вот клапаном, который должен задерживать масло стекания с системы, то из фильтра масло все равно вытекать не будет в поддон. То есть, даже если система стечет, ну, его там не сильно много по сравнению с фильтром. Вот это, конечно, да, безусловно, правильно. Кстати, вот такие же по трубочке и с этой стороны. Пластиковая крышка. Ну, по крайней мере, они сделали здесь пластиковую крышку, в отличие от алюминиевых крышек, которые являются постелью распредвала. Так, щуп. А, и щуп тут у него хотя бы есть, в отличие от BMW разных. Так, вот он наш движок. Ну, видно, что он прошел 55 тысяч по состоянию, по нагару. Ну, сразу могу сказать так. Я все время критикую производителей за установку каких-то мелких, мерзопакостных пружин-клапанов. Вот здесь вот не исключение. Здесь они какие-то мелкие. То есть, я понимаю, что все работает, но есть место поставить больше. То есть, чтобы работало все лучше. Так, ну, и система здесь применяется с роликовым рокером и гидрокомпенсатором. В свое время это Mitsubishi начинали такое делать. Ну, они любили делать. Плюс системы в том, что компенсатор, он стоит в колодце. И он не участвует в возвратно-поступательно движущихся масок. Ну, то есть, на него опирается рокер. То есть, минимум, минимальный вес, который участвует в движении механизма. То есть, поэтому они пружины поставили более легкие. Ну, вот, цепь здесь, кстати, натянута. Как бы я не критиковал механизмы, но тут цепь натянута. Ну, то есть, вот в этом плане все окей. Где у нас тут булочки, чтобы были не задействованы? Ну, вот, на вашем глаза. Ну, то есть, пытаешься его продавить рукой, это не получается. Ну, в принципе, и за 55 тысяч гидрокомпенсатор, чтобы вышел. Это либо масло полное говно должно быть, либо должна лопнуть пружинка в гидрокомпенсаторе, чтобы не было подпора шарика. В таком случае они как бы умирают. В остальных случаях всегда его можно... Ну, я разбираю гидрокомпенсаторы, мою от грязи, собираю они потом. Но вот эти гидрокомпенсаторы разобрать нельзя. Они завальцованные на заводе идут, если я не ошибаюсь. Ну, я просто один G4NB делал, скажем так, младшего брата этой модели. 1.8. У меня отличие в ходе коленчатого вала от этого двигателя. Я точно их параметры не помню, но, по-моему, 97-91. То есть, ход коленвала у них разница. А поршневая все одно и то же. Технологичность. Для того, чтобы снять переднюю крышку, нужно, естественно, снять поддон, потому что она выполнена цельной плитой прилегания к двигателю. Ну, вообще, это на самом деле не самый худший вариант, потому что, например, есть конструкции, где выполняется головка длиннее блока и прокладка головки общая под переднюю крышку. Я показывал, такое на BMW любили раньше делать, ну, на многих бешках. Такая технология нравится мне куда меньше. Здесь она хотя бы цельная стоит. Ну, и к тому же, здесь не нужно снимать распредвалы для регулировки клапанов, потому что все-таки, наконец-то, они поняли, что лучше поставить гидрокомпенсатор. Это, на самом деле, не так уж и плохо. Но, несмотря на все плюсы конструкции, озвученные мной, ну, то есть, по идее, в этот двигатель вообще лазит 1300, как минимум. не нужно. Но, 55 тысяч, Карл, 55 тысяч. Скинув поддон, мы, значит, начали шатать вкладыши. Ну, вот, я надеюсь, слышно, что он как шмяк-шмяк-шмяк-шмяк шипит. Остальные мы шатали, они так себя не ведут. Ну, то есть, он стоит, ну, вот, он мертво стоит. На валу. То есть, такое предположение, что стук это вкладыш. Ага, вот еще один. Ну, там даже вот на камеру видно, как он из-под него там масло выходит. А в целом движок так видно, что он прошел-то немного. Ну, он чистый. И масло-то сюда лили, я так понимаю, ну, не какое-то паршивое масло. Ну, то есть, он не грязный, ничего. Кстати, форсунок здесь нет. Там, он есть прилив под форсунку. Но форсунок здесь нет. Хотя, теоретически, по мануалу мы думали, что вроде бы должны быть. Тенденция последнего времени с упрощением технологий, ну, в общем, сложности конструкций. Собственно, впуск на масляный насос. Вот он сам насос. Ну, и выпуск уже то, что идет в блок. Редукционник, ну, естественно, стравливает масло на впуск. Механизм газораспределения. Две фазокрутилки. Все, чем они отличаются. Ну, не только, конечно, этим внешне я имею в виду друг от друга. Что здесь стоит дополнительная возвратная пружина. В остальном механизм газораспределения не имеет никаких дополнительных приводов. Ну, там, на помпу, на какие-то промвалы, еще чего-либо. То есть, успокоитель с одной стороны натяжителя, с другой стороны. Вот он, устройство натяжителя. И, хочу заметить, я вот впервые вижу, то есть, попадается такой двигатель, где оно выполняет свою функцию. Ну, то есть, вот я его пытаюсь сдавить рукой. Это довольно сложно. Ну, то есть, я хочу показать, что, ну, как-то я его еще продавить чуть-чуть могу, но он стоит хорошо. Ну, то есть, он еще не сдох. Натяжитель, он, собственно, как полнжер. То есть, там никаких стопоров, ничего у него нет. Вот, вытащи его. Ну, вот он, цилиндр, и все. То есть, соответственно, корпус алюминиевый. При нагревании корпус алюминиевый расширяется больше, чем стали, естественно. Герметичность нарушается. Ну, плюс, кое-какой износ небольшой. Там, эллипс чего-либо. И все, натяжитель перестает работать. И никакого стопора нет. То есть, вот он вышел, нет никакого стопора, чтобы он зафиксировался в таком положении. Каком-то, чтобы не складывался полностью. Ну, мягко говоря, не очень конструкция. У них пружина часто внутри строя выходит. Вот он, тут такой масляный карман, где он сидит. И подвод масла, соответственно. Так, ну, покажи-ка цепь на... Ну, как его сказать, на... Нет. На колеса? Да, 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 да. То есть, интересно, как она. Ну, слушай, не... Ну, слушай, ну, за 55 тысяч нормально, я бы сказал. Ну, то есть, не сильно. Ну, даже по натяжителям видно, что... Ну, не оно, не оно, не из... Бывает вообще, оно чуть ли не на 90 градусов туда падает. Так, ну, а мы пока посмотрим на звезды. Есть ли какие-то... Какой-то видимый износ, скажем, на зубах? Нет, я лично не вижу видимого износа. Это с одной стороны. Давайте с другой стороны посмотрим. На зубах. Ну, в принципе, да, есть след контакта, но... Чего-то глобально плохого, или, например, звезда коленчатого вала, она больше всего подвержена нагрузкам. Ну, нет. То есть, механизм газовоспределения еще вполне в рабочем состоянии. Ну, почему к 100 тысячам он умирает? Потому что натяжитель. Передний шкив здесь с гасителем крутильных колебаний. Вот он идет. Ну, такая простая конструкция, но выполняется... Да, это коленвал не отсюда. Принципиальное отличие этого движка от предыдущего, как я уже сказал, это гидрокомпенсаторы. Ну, и конструкция самой головки. То есть, если в предыдущем движке стоят толкатели, именно классические стаканчики, здесь компенсаторы с роликовым рокером и постель распредвалов здесь стоит отдельно. Вот это, наверное, в принципе, шаг вперед в конструировании, что постель можно снять и заменить, ну, или хотя бы отремонтировать отдельно от головки. То есть, она прикручивается М8, вот он целая постелька к голове, и параллельно М6, которые просто прижимают, ну, в общем, замыкают две половины постели. Сейчас мы производим, точнее, Жора производит демонтаж. А вот тут ничего нет, вот этот, вот он. Вот он внизу прикреплен, по-моему. Не-не-не-не. Он должен отдельно, он скорее всего где-то на штифтах. На штифтах. Ага, вот он, на штифтах. То есть, можно распределительные валы собрать отдельно, вот она вся постель, и установить на голову. Соответственно, механизм ГРМ собрать отдельно, ну, я имею в виду рокеры установить. Ну, вообще-то, плюс технологичности. Тут не поспоришь с этим делом. Возврат гидрокомпенсатором, это шаг вперед на самом деле, причем даже, можно сказать, несколько шагов вперед. Вот, это очень хорошо, грамотно и хорошо. Вот он, кстати, масляный канал, как я понимаю, который идет к распределительным валам, ну, точнее, к постели для смазки. Роликовый рокер, соответственно. Вместе с компенсатором. Компенсаторы в последнее время все очень похожи. То есть, вот такие вот маленькие, там один-единственные, и роликовые рокеры. То есть, это многое от чего подходит. Даже на BMW M60, то есть, M57, извиняюсь, который дизель, то есть, вот такая же система применяется, и конструкция очень-очень похожая. Ну, соответственно, вот он, масляный канал здесь идет, соответственно, в постель, ну, и далее там идет распределение уже по распредвалам. Вот она, кстати, подача масла к управлению системой смещения фаз, ну, к фазокрутилкам, раз-два, и, соответственно, сами клапана стоят в головке гукоуправления. Из неисправностей один раз развалилась у человека свеча. То есть, он купил комплект новых свечей, якобы оригинал, все, упаковка, и буквально через пару километров у него выгорел электрод, выпал, ну, в общем, на фото видно. Значит, потом он купил, докупил другую свечу, поставил. Так вот, я хочу показать сравнение. Вот недавно делал видео про Subaru. Та же самая, к сожалению, тема. Ну, вот смотрите, вот эта вот свеча с левой стороны, вот эта та, что якобы оригинал он покупал, вот эта уже нормальная свеча. На первый взгляд, ну, как бы, свечи, да и свечи. Но, вот эта вот NGK свеча, она имеет более голубой оттенок, так, а здесь и буквы чуть-чуть более жирные. Но, по буквам, главное, давайте еще вот на изоляторе посмотрим. С этой стороны, это на самом деле тоже интересно и важно. То есть, штамповка. Ну, вот смотрите, да? То есть, вот это и вот это. То есть, вот это вот нормальная свеча. Самое главное здесь отличие в том, как выбиты надписи на железяке. Ну, вот смотрите, вот здесь. Made in Korea. Вот, два таких типа, ну, в общем, знака восклицания. А теперь смотрим на этой свече. Смотрите, как четко два знака, ну, вот этих вот двериски. Made in Korea двериски. Ну, то есть, надпись четкая, нормальная. Ну, то есть, вот, пожалуйста, вроде бы упаковка тоже самая. Вроде бы все-все-все. Но, тем не менее, свечи отличаются. Упаковку подделать легко, поэтому, ну, в общем, смотрите внимательно на свечи, чтобы вам не попалась какая-нибудь подделка. Потому что человек, который их продает, может быть, и сам не в курсе, что да как. Но, как правило, они все в курсе. Это не трещоткой мы срываем голову. Она когда-то была трещоткой, служила мне, верой и правдой, 10 лет и сдохла. И она выдержала уже такие нагрузки заваренные, что эти все, которые, знаешь, вот. Ну, понял, понял. У меня их переломалась куча, а эта, зараза, живет и хоть бы шо, иди. Полова здесь затянута хорошо. Ну, по крайней мере, неплохо. Судя по тому, как оно откручивается. К сожалению, в прошлом двигателе была проблема, сломался один болт. Самое главное, вот, что я хочу заметить. Вот то, что так приходится с трубой откручивать, и оно трещит. Это дело не в том, что оно затянуто, там такая затяжка. А дело в том, что эта посадка в алюминий, то есть он прилипает, ну, если такими совсем простыми словами сказать, то есть он прилипает к алюминию, трется об него, и возникает вот такой вот большой момент. То есть там на самом деле сила прижима не такая уж и большая, а вот выкрутить, и особенно когда ты затягиваешь, если ты их ставишь на сухую, как некоторые мануалы предлагают, то не очень. Даже ты промазываешь, все, и оно трещит довольно-таки неслабо, аж страшно становится. Конструкция головки такова, что из 10 болтов на 6 шайбы остаются, а на 4 шайбы снимаются, потому что литье головки такое, что сначала устанавливается шайба, потом болт. Ну и, соответственно, когда разбираешь, нужно отсюда шайбы оставшиеся извлечь, потому что здесь, кстати, проходит маслоканал, поэтому литье такое. Вот он момент истинно, мы скидываем голову, и смотрим так, ну прокладом, прокладом здесь на штифтах, а ну-ка, там он как-то легче снялся. А тут он еще видишь, просто герметиком, там масло. Так, ну вот он, ну. Вот она причина стука. Ну вот он стук. Это следы, это я пытался продавить через извечное отверстие. Ну, чтобы посмотреть, битый вкладыш или нет. Да, да, да. 55 тысяч, Карл, 55 тысяч, 55 тысяч, что это такое? Это чугун, да? Да, мне не хотел, да, чугун. Чугун, чугун, и тут тонкие гильзы, они не растачиваются тоже никак вообще. Только гильзу. Так, проворачивай. Так, ора. Ну вот третий пока что самый такой. Нет, ты знаешь, вот первый и третий почему-то. Он самые такие веселые, это двоще. Ну вот сейчас, я приближу. А что это такое? Где? А что это тут такое? Смотри. О, пластиковый, видимо, разделитель потока они все-таки поставили. Чтобы как-то его... Вон он, потому что в предыдущих движках проблема была с перегревом. Вот, смотрите-ка. Смотри, что они додумали. Смотрите-ка, они исправили предыдущую свою, ну там, я не знаю, косяк, ошибку, недоработку. И поставили пластиковый разделитель потока. То есть, в предыдущем видео, ссылка будет в описании, я лишь напомню о том, что у двигателей проблема в том, что, ну, затирает поршни по цилиндрам. И в двух словах я говорил о том, что система охлаждения недоработанная, циркуляция охлаждающей жидкости по блоку плохая. Именно четвертый цилиндр больше всего страдает. Так вот, они решили здесь сделать, то есть, я лишь в двух словах напомню, что жидкость делится, фактически, там, на предыдущем двигателе на два потока. Один идет по блоку, второй по головке. И потом они соединяются в один. И тот, который по блоку, он, в общем, затруднение у него есть. Ну, посмотрите видео, то есть, чтобы не повторяться. Так вот, здесь они поставили вот такие вот пластиковые вещи, штуки, я не знаю, в рубашку охлаждения, для того, чтобы принудительно, то есть, как-то разделить поток, чтобы это все омывалось. Ну, смотри. Ну, на 1.8 такого не было, когда я разбил. Ну, вот, как бы, доработка, да, пластик. А где прокладка к этой, к головке? Дай-ка. Так, где он тут, как он стоял? Вот так, правильно? Да, ну, то есть, это... Масло-канал для фазокрутилки. Как я понимаю, здесь сзади есть масло-канал. Это должен быть на смазку. Масло-канал. Ну, и вот, смотри. Спереди. У него спереди, вот, если мы положим сюда, вот. У него спереди здесь проточек, ну, проход охлаждающей жидкости. И помпа стоит здесь. Если там она здесь стояла, то есть она вот здесь. Да, с этой стороны. И здесь, соответственно, то есть, как-то... жидкость... Как-то... О, у нас тут пока свет немножко исчез. Ну, в общем, то есть, вот здесь вот должна жидкость, охлаждающая, проходить в головку. Ну, по крайней мере, такой... Как на термостат, наверное. Такой проблемы здесь уже, как намазывание поршня на цилиндров, здесь я уже не наблюдаю. Здесь гильзы, в принципе, более-менее нормальные. Да, но ты же учти, что тот мотор отходил 98 тысяч. А этот... Это 55. Ну, да, разница, конечно, существенная. То есть, если бы он прошел под сотку, может быть, была бы та же самая ситуация. Может быть. Но мы... Нам хочется верить, что они решили эту проблему. Ну, по крайней мере, это было бы логично. И честно уже. А ну, дай болт от головки. Какой-нибудь. Любой. Ну, вот они, кстати, болты. Хочу заметить, то есть, вот он вставляется туда в шахту. Ну, вот. Заметить, что... Ну, вот. Резьба начинается спустя где-то миллиметров 50. То есть, для того, чтобы зажимался, он притягивался к постели коленчатого вала. Мы извлекли первый цилиндр. И здесь есть свои особенности конструкции. Ну, например, там колотый шатун. Ладно. Ну, вот он, собственно, обычный вкладыш. Протертый. Но не это самое интересное. Самое интересное вот здесь. Опа! Они вниз ставят вкладыши с каким-то там антифрикционным мега-типа турбопокрытием. Потому, что у них были случаи проворота вкладышей на этих движках. Ну, типа как на ровном месте. То есть, по непонятным причинам. Поэтому они стали применять такие вкладыши. Ну, юмор в том, что нагруженный-то верхний вкладыш. На него идет давление газов и все остальное. А нижний как бы придерживает. Но они поставили вниз. Может, он какое-то покрытие антифрикционное, но какое-то мягкое. Ну, честно говоря, хрен его знает. Но вот в доказательство моих слов. Соответственно, вот он вкладыш здесь. Ну, и вон видно, что он немножко потертый. Хотя он не сильно потертый. Вон, буковка Б на нем выбита. Ну, то есть, он терся только вот сверху. То есть, в принципе, я бы даже сказал, что он не изношенный. Но, может быть, благодаря вот этому вот супер-мега-антифрикционному труп покрытию они разболтались на валу. Жень, тут смотри, есть шатуны с одной проточкой, ну, под замок. И есть с двумя. Когда с двумя, вот этот вкладыш можно наверх положить. И как оно ходит, если его наверх? Ну, чисто... А кто его знает, еще никто не знает. Я просто, как бы, из информации, то, что, как бы, интересуюсь, постоянно ищу. То есть, в таком случае, когда вот вариант с двух сторон, можно положить этот вкладыш туда. Я бы сделал наоборот. Я бы купил два комплекта и поставил бы обычные нормальные вкладыши без вот этих вот изощрений. Здорово. А, подожди, а не факт, что он этот верхний вкладыш ляжет сюда? Ну, судя по тому, что... Здесь, судя по наличию проточек, ну, вообще, как бы, должен лечь. А, нет, смотри. Нет, он не ляжет. Смотри, проточка тут с левой, ну, с одной стороны, здесь с другой. Ты когда же их собираешь, видишь, они... Они тогда стыкуются вместе. Они стык-стык. Ах, вот ты... Сейчас, секунду, я наведу фокус вот так вот. Ах, вот ты какой. Если бы были две проточки, тогда можно было бы положить. Ага, то есть, специально, то есть, сделано специально вот для таких вот тюнингаторов, как я, которые говорят, я бы выбросил и поставил нормальные вкладыши специально, чтобы нормальные никто вам не сделал. Берите вот это вот, что есть. Ну, кстати, по поршневой, дай-ка, я вас уже вытащили. Здесь, ну, хотя бы положительно то, что, во-первых, здесь стоят наборные маслосъемные кольца. Сейчас. Вот, здесь хорошо видно. И здесь есть полноценные маслооттоки. Там они просверлены по три штуки на сторону. Полноценные туда. Ну, и, кстати, вот с этой стороны не потерлись поршни. То есть, чтобы там сказать, что, ну, в общем-то, неплохо. Вот этот момент действительно неплох. Есть. Вот она вся постель коленчатого вала разбита на два фрагмента. Соответственно, блок, где сидит, ну, то есть лежит коленвал. И вот эта вот часть, которая по совместительству бугеля и прилегание, поверхность прилегания к поддону, там крепеж маслофильтра. Ну, в общем, можно сказать, такая часть, разъемная часть от блока. Сальник вставляется с задней, соответственно, в проточку. Здесь коленчатый вал имеет простейшую, я бы сказал, даже примитивнейшую конструкцию. С одним противовесом на сторону. Ну, то есть, они пошли по пути наименьшего сопротивления. Зачем что-либо придумывать, когда вот это вот все ходит. Ну, и вопросов, соответственно, нет. Поэтому в этом плане, как я уже рассказал в предыдущих видео, это такой, ну, не то, чтобы прям шаг назад, но раньше делали более, скажем так, с перспективой на то, чтобы оно ходило и ездило. Угу, сальник. Зачем он еще хороший? Мусор. Так, и вот они, места под форсунки, которых нет. Которые, в принципе, можно вживить сюда. Ну, приливы есть, почему бы это и не сделать, но нет. Вот она, постель. Масло здесь не грязное. Ну, я имею в виду, картер внутри не грязный. Двигатель прошел все эти километры на бензине. Человек установил газ, но он проехал буквально несколько тысяч, и когда появился стук, он его отключил. Ну, то есть, боясь, что что-то там с клапанами или еще что-то. Значит, вкладыши с канавкой под подачу давления масла. В нижней части вкладыши стоят сплошные. То есть, просто как опорная поверхность. И все, естественно, сидит на направляющих втугах. На цилиндры. Вот он еще тут, остатки заводского хона. Какие-то мелкие потертости. Ну, как бы, ничего критичного нет. Ну, то есть, по цилиндрам, я бы сказал, что визуально геометрия их не нарушена. Ну, то есть, можно все это промерить, но визуально видно, что они в состоянии неплохом. Это с одной стороны... Свети фонариком. Смотри, полосы сбоку. Ага. Да, есть. Вот с этой стороны, как раз это третий цилиндр. И развалившая свеча, о чем я говорил ранее, там есть вон такие полосы. Вот, вертикальная. Так. Но они есть и на этом цилиндре. Смотри. Ага. А, дай-ка. Так, вот цилиндр у нас с этой стороны. Вон он. И с этой стороны, где они там полосы. Ну, еле-еле. Ну, еле-еле видно. Ну, в общем, из того, что вообще вы можете увидеть в движках, это, можно сказать, вообще, ну, рабочий вариант, лайтовая версия, все здесь отлично. И здесь еще на втором цилиндре выяснилось, что есть некоторые повреждения. Вот, я хочу его продемонстрировать. Вон оно. Вот, его здесь более-менее неплохо видно. Это типа как трещина. То есть, ее очень хорошо ощущаешь пальцем. И она как волосок идет так в сторону туда. Вот она. То есть, ну, в любом случае его гильзовать нужно. Вот. И если вот с этой стороны. Ну, если с этой стороны посмотреть, вот видно, что она там торчит прямо. То есть, вот такие вот повреждения. Мы хотим установить зазор, который там был. Для этого мы взяли третий поршень, который, ну, по ощущениям, стучал больше всех. Замеряем его диаметр микрометром по юбке. По этому диаметру мы выставляем нутромер. Вот. Мы его выставляем на ноль. Вот. Это вот диаметр поршня. Далее мы идем сюда. Стретий получается. Получается третий. Мы его туда вставляем. Смотрим на индикатор. Ну, смотри, десятка, как минимум. Это он где стоит, это вверху. Ну, вот там, где кольца. Ну, дальше, ну, девять соток. Ну, видишь, вначале десятка, а тут девять соток. Ну, то есть, износ реально где-то, ну, сотка. Именно по цилиндру. Все остальное изношено по поршню. Ага. А тут у нас шесть. То есть, все-таки там есть эллипс. О. Угу. Восемь где-то. Ну, слушай, восемь. Ну, пару соток. Эллипс это еще более-менее. То есть, вот в самом верху. Ну, вот. Тут получается сколько? Семь почти. Зазор. Ну, смотри, в любом случае зазор около десятки. То есть, где-то десять тире девять соток. Ну, по крайней мере, вот снизу девять соток. Было бы эти кованные поршни, это было бы нормально. Это было бы эти ненормально. Плюс еще, учитывая тот момент, что поршень, он же неравномерно износился. Он как-то вот такими вот, ну, то есть, по дуге. Ну, вот он и стучит. Вот. Причем цилиндр-то сам по себе, он не сильно изношен. Ну, то есть, я имею в виду, он изношен, но так, пару соток это нормально. В основном, из-за того, что поршень вытерся, вот его и так и случилось. Из-за царапин боковых нет смысла, даже если найти поршневую, попробовать оставить. В любом случае, его надо на станок этот. Чтобы уже сделать по-нормальному. Причем, хочу заметить, что я замечал на практике не один раз, что когда с завода, ну, или после ремонта, ты зазор делаешь в поршневой, как они сейчас предлагают, там, 2-3 сотки. Здесь 2-4. 2-4. Вот если сделать 2 сотки, вот через 50 тысяч он будет стучать. Делаешь 5 соток, и оно ездит тебе 100 тысяч там, и даже больше, без проблем. То есть, все-таки, маленький зазор делать это в минус 3 сотка. То есть, он вытирается, он нагревается, что-то там, какой-то износ вытирается, и все. Потом он уже... То есть, это не притереть, вот, типа, сделать зазор меньше, оно притрется? Нет, оно умирает, оно не притирается. Ну, вот и все, то есть... 55 тысяч! Ждите продолжения сборки этого движка, подписывайтесь на канал Жоры, бокс 60, все ссылки в описании. Вот, это 55 тысяч и мертвый хундаевский двигатель, покупайте новые машины Hyundai, это... В общем, да, подписывайтесь, лайки, и Hyundai тоже лайки. У нас на этом все. Всем удачи, до свидания.